Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко, вы смотрите новости Skyway. Сегодня мы расскажем вам об этом замечательном объекте, который вызывает много вопросов, споров. И говорим мы с ведущим инженером-проектировщиком конструкторского бюро «Транспортная эстакада» Александром Мигелем. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Скажите, вот вроде бы транспортные технологии – это подвижной состав, путевая структура, понятно. А мост явно пешеходный, к чему он здесь? В общем, место его в технологии Skyway для начала. Помимо транспортных технологий мы будем развивать и развиваем инфраструктурные объекты, в частности, пешеходный мост или, как мы его называем, выставочный экземпляр струнной эстакады, тому подтверждение. Скажите, как вообще появилась идея построить пешеходный мост в экотехнопарке Skyway? Ну, идея, как и все идеи в нашей компании, она была сгенерирована Анатолием Эдуардовичем. И основной посыл, по моему мнению, состоял в том, чтобы показать эффективность струнных технологий не только в рамках транспортных эстакад, но и, как уже отмечалось ранее, инфраструктурных сооружений. Спасибо. Анатолий Эдуардович часто говорит о том, что струнные рельсы есть не что иное, как висячий мост, скажем так, в компактной такой форме. Здесь мы снова возвращаемся к чему-то, что похоже на висячий мост. В чем разница? В стандартном решении висячего моста есть балка. Балка, по которой, ну, собственно, перемещаются люди. В нашем же случае в качестве такой балки или полотна мы, опять же, применили наши струны. Здесь они тоже выполняют несущую функцию. На них устанавливаются прогоны, соответственно, с элементами придания жесткости. И это полотно, по которому будут ходить люди. Основным несущим элементом струнной эстакады в данном случае является верхняя струна. Она здесь выполняет роль кабеля. Она предварительно напряженная, как и нижняя. И это двухуровневое натяжение создает большую устойчивость на ветровое воздействие и всякого рода нежелательные колебательные явления. Объединение этих двух элементов, нижней струны и верхней, производится за счет подвесов. Вот мы видим их. Это вот эти тонкие стержни. Они, соответственно, и включают вот эту двухуровневую предварительно напряженную конструкцию в единое целое. Применена высокопрочная труба. Внутрь у нас вложен, опять же, ультра-даже высокопрочный канат. И эффективность этого сечения, оно составляет всего 32 мм в диаметре, а оно выше, чем у традиционной ванты или кабеля, используемого при строительстве мостов. Мы снизили материалоемкость проектирования, материалоемкость производства моста такого. 30 метров пролет у него составляет между промежуточными опорами. Ну и позволили достаточно в кратчайшие сроки его смонтировать посредством обычного гаечного ключа, не используя, в принципе, домкратное оборудование. Александр, ну все-таки это же мост, наверное, не только пешеходный. Расскажите об области применения струнного моста Skyway. Область применения струнной эстакады, разработанной нами, полностью совпадает с областью применения висячих мостов в гражданском строительстве. То есть это альтернатива висячему мосту, я резюмирую, только, скажем так, более дешевое, более легкое в строительстве и менее материалоемкое. Правильно ли я понимаю? Да, абсолютно верно. Более эффективное. Спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и тогда в вашей жизни будет меньше стен и больше мостов. Строй Skyway! Спасай планету! Спасай планету! Спасай планету! Спасай планету! Спасай планету! Спасай планету! Спасай планету!